Более 500 зданий по одной из версий телефона, атака идет с территории Украины. Здоровью Олега Табакова ничего не угрожает, об этом агентство ТАСС сообщили в пресс-службе театра под руководством легендарного актера-режиссера. Там пояснили, что накануне Табаков испытал приступ острой зубной боли, снять ее удалось таблеткой. Уже в антракте Табаков попросил что-нибудь перекусить для понятия настроения и сил. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что накануне Олегу Табакову стало плохо перед спектаклем. Первой причиной крушения военного Як-130 в Волгоградской области стал отказ двигателя. Об этом сообщил источник Интерфакса. Он отметил, что целиком картина ЧП будет восстановлена после расследования. Самолет выполнял тренировочный полет, экипаж увел лейонер от близлежащих построек и катапультировался. Пилота после приземления вышли на связь, а вскоре после этого летчиков нашли спасатели и эвакуировали с места аварии. В парламенте Австрии нашли четыре картины Гитлера, два его бюста и барельеф. Как сообщает известие, все это хранилось в подвале здания, где идет реконструкция. В пресс-службе парламента Австрии уже заявили, что ожидали сделать подобное открытие. Во время Второй мировой войны здание использовалось как штаб-квартира партии, которую возглавлял фюрер. Болельщик Спартака арестован в славянском Мариборе. Россиянин напал на полицейского. Фаната сдержали благодаря камерам наблюдения. Имя болельщика не сообщается. Ему грозит срока от полугода до пяти лет. Инцидент произошел перед матчем Спартак-Марибор. Футболисты тогда сыграли в ничью 1-1. Ранее УФА открыл дело против Спартака за пиротехнику во время матча. Одна из петард упала на поле рядом с арбитром. Россиянки завоевали бронзу на командном чемпионате Европы по настольному теннису. Турнир проходит в Лексимбурге. В полуфинальном матче наша сборная со счетом 0-3 проиграла румынкам. В финале румынки сыграют с немками, которые обыграли команду Нидерландов. Добавлю, что сборная России была третьей на командных чемпионатах Европы в 2013 и 2015 годах. Ну и официальные курсы Центрального банка. В эти выходные дни и до понедельника доллар стоит 57 рублей 53 копейки, евро 68 рублей 58 копеек. Новости пока все. Сергей Ясни, все что важно каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Погода за последние два часа в Москве стала прохладнее. Сейчас только плюс 15. Осадков нет. Атмосферное давление 750 миллиметров. Ветер западный 1 метр в секунду. Ранее синоптики обещали очень теплые по-настоящему летние выходные. До 24 градусов тепла. Но этот прогноз не сбывается. Завтра в Москве тоже будет прохлада. Днем только 16 градусов. Пройдет кратковременный дождь. А ближайшую ночь похолодает до 12 градусов. Спорт Лайф. Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Роман Щерба. Время Московское. 18 часов 4 минуты. Это программа выходного дня Спорт Лайф на единственном спортивном радио в стране. Спорт ФМ, конечно же. Сегодня мы работаем в прямом эфире до 10 часов вечера. Ближайшие полтора часа посвятим бичсокеру. Пляжный футбол. Сегодня сборная. Россия играет против итальянцев за первенство на групповом этапе. Завтра суперфинал в суперфинале, если займем первое место и обыграем сегодня итальянцев. Помогать мне будет в этом деле Егор Шайков, прославленный футболист по пляжному футболу, который появляется в этой студии. И совсем скоро мы будем следить за решающим матчем на групповом этапе. Россия-Италия. 18-15. Егор нападающий сборной России в свое время. И можно даже еще добавить, что Егор последний, кто играл за сборную России на чемпионате мира. В 2016 мы на чемпионате мира не принимали участия, не отобрались. Я так понимаю, что Алексей Лебедев со мной остается. Я еще на полчаса останусь досмотреть, во-первых, матч между ЦСКА и Ростовом, где уже 2-0 армейцы выигрывают. Ну и поговорить с удовольствием с Табуэром, конечно, и, конечно, с Егором. Очень хорошо. Егор, здравствуйте. Вам бы надо наушнички надеть, чтобы говорить, во-первых, в микрофон и всех хорошо слышать. И радиослушателей в том числе, если будут телефонные звонки и будут к вам вопросы. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. Отлично. Со всем делом разобрались. Давайте тогда быстренько по результатам пробежимся в европейском футболе. Тем более, что их очень много. И есть занимательные. Например, Барселона уступает Хитафе после первого тайма. 0-1. Единственный мяч забил Шибасаки, выступающий за Хитафе на 39-й минуте. Все сильнейшие у Барселоны сегодня в составе. Те, кто играл, собственно говоря, в Лиге чемпионов. Сьювентус, Миттерштеген, Пикео, МТТ, Роберто, Альба, Ракитич, Бускет, Синьеста, Суарес, Месси, Дембели также был на поле в стартовом составе, но уже по ходу первого тайма был заменен на Жерара де ла Фелл. Что касается других результатов, Вестбромович, Вестхэм без забитых мячей, Ливерпуль, Бернли 1-1, Ньюкасл, Сток 1-0, Уотфорд, Манчестер-Сити 0-3, Хаддерсфилд, Лестер 1-0 и пенальти в этом матче назначен в ворота Хаддерсфилда. Он еще не пробит, как только исполнит кто-либо этот штрафный удар. Я матча не вижу, просто вижу онлайн. Обязательно вам сообщу, был ли забит этот 11-медровый. Айнтрах, Тауксбург, это уже немецкая Бундеслига 0-2, Бавария громит Майндс со счетом 4-0, мячи забивали за мюнхенцев Робин дважды и Ливандовский также сделал дубль. Вердер Шальке 1-1, Штутгарт, Фольсбург 1-0 в пользу Штутгарта пока. Как верно заметил Алексей Лебедев, ЦСКА выигрывает у Ростова со счетом 2-0, Василий Березуцкий после Паса Витиньо. И сам же бразилец отличился уже в этой встрече во втором тайме после передачи Алана Дзагойл. В футболе Национальной Лиги многочисленные мальчики, многие завершились уже. Луч энергия Зенит 1-1, Том, Спартак, Москва 1-2, Олимпийцы, Енисей 0-2, Шинник, Сибирь 0-1, Авангард Курск, Ротор 0-0, Химки, Тамбов 1-1. И продолжающиеся встречи. Волгарь, Оренбург 2-0, Динамо, Санкт-Петербургская, Тюмень, Королесоветов, Балтика и Кубань, Факел. Здесь без забитых мячей во всех матчах. В итальянской серии... Ну, они, собственно, только начались. Да, ну... 5-6 минут назад где-то. Абсолютно точно, поэтому ждем и здесь забитые мячи. Во французской первой лиге Монако, Страсбург 0-0. Тоже матч начался в 6 вечера. В Москве, что касается Кубка Дэвиса и парного разряда, закончился, Леш, матч? Да, увы, уступили наши парни сегодня Кравчук и Медведев венгерскому дуэту. Счет матча стал 1-2. Теперь все решится завтра. Ну, в любом случае, все решилось бы завтра, но теперь у нас нет права на ошибку. Должны в одиночных матчах выигрывать оба наших теннисиста и Хачанов, и Рублев у венгерских своих соперников. И только это позволит нам остаться в мировой группе Кубка Дэвиса. Что касается континентальной хоккейной лиги, Салават Юлаев наконец-то одержал победу над Спартаком. 5-4. Йокерит, Динамо, Риг, третий период. 3-0 в пользу финских хоккеистов. Нефтехимик по ходу второго периода уступает Северстали 1-2. Сочи, Торпеда 1-0. Также идет вторая 20-минутка. Ну, о результатах Формулы-1 вы сообщали. Гран-при Сингапура завтра в прямом эфире. Параллельно матчу английской премьер-лиги мы будем следить и за развитием событий в Формуле. Обязательно Вячеслав Карпов, продюсер выходного дня, ведущий Спорт.ФМ, будет к нам подключаться к эфиру и рассказывать о том, что же в Сингапуре происходит. Данил Квят в последний сегмент квалификации не попал и, по идее, будет стартовать с 13-го места, уступив 2 секунды лидеру. Ну, а лидер Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен, Дэн Рикардо, Кимми Райканен, Льюис Хэмилтон, Вальтери Боттас, Ника Хильтенберг, Фернандо Алонсо, Стефан Ван Дорт и Карлос Сайнц. Это первая десятка гонщиков, которые завтра отправятся покорять трассу городскую, самую быструю из городских трасс Сингапур, Сепанк. Итак, ну что ж, все формальности улажены, обо всем мы сообщили. Давайте переходить к бич-сокеру, суперфинал Евролиги в Италии проходящей. Два матча в группе «Наш» сыграно с Украиной и Белоруссией. И оба матча сборная России выиграла. И надо сказать, что накануне было сумасшествие, самое что ни на есть настоящее. Триллер, все как мы любим в пляжном футболе. За минуту до финального свистка Россия уступала Украине 2-3. Но перевернула ход матча за 33 секунды и выиграла 4-3. И, Егор, вам, соответственно, вопрос. В целом, как так получилось, что мы на зубах этот матч вытащили? И что вообще можете отметить у сборной России по этому матчу и предыдущему? И на что мы надеемся сегодня в матче против Италии? Ну, достаточно тяжело вкатывались в первом матче, наверное, больше от обороны. Все-таки Белоруссия достаточно крепкая команда. Долго раскачивались. Но это связано с тем, что последний был чемпионат России. Потом тут же Кубок России стартовал. Через день уже после окончания Кубка России команда сборная вылетела уже непосредственно в Италию. Соответственно, отдыха никакого не было. И немножко так тяжело, а то, может быть, сказывался и первый, и второй период. Но, тем не менее, достаточно уверенно все-таки обыграли Белоруссия. Второй матч с Украиной. Да, первые два периода было тоже достаточно сложно. Закрытый футбол был что одной команды, что второй, потому что раскрываться как бы никто не хотел. Но, тем не менее, несмотря на то, что проигрывали, Украина была в том году обладателем Евролиги. Естественно, они хотели подтвердить свой статус. Да, и достаточно принципиальный матч получился у нас вчера. Но, тем не менее, за 12 секунд заработали фолл, где реализовал его Артур Папортный. Да, прекрасный удар. Прекрасный удар, ударили девятку, да. И, собственно говоря, вот так сложилось у нас. Но сегодня будет очень интересная игра. Советую всем честно посмотреть. И послушать на Спорт.ФМ. И послушать на Спорт.ФМ. Я с вами. Я с вами и сидим. И комментаторы тоже здесь. С удовольствием разберем какие-то нюансы, моменты. Игра будет очень интересная. Италия, соответственно, играет дома. Путевка за выход в финал. Напомню, что из группы выходит поводная команда, которая занимает первое место. Соответственно, нету полуфиналов, а сразу разыгрывается финал. И матч за третье место. Те, кто заняли вторые места в группе. Соответственно, да. Сейчас, на данный момент, я вот сейчас залез на сайт, да, посмотрел, что Португалия уже обыграла Испанию со счетом 4-3. Видимо, тоже принципиальная была игра. И все игры шли. Вся игра шла, точнее, я смотрел там 1-1, 2-1. Никто не хотел отпускать друг друга. Но, тем не менее, Португалия повела 4-2 уже в концовке где-то. И Испания все-таки отыграла один мяч, но, видимо, на больше их не хватило. К сожалению, матч не смотрел, но я уверен, что это было очень интересно. Вот Рома, когда говорил о матче между сборными России и Украины, правильно абсолютно сказал, все, за что мы любим пляжный футбол, когда наши проигрывали за минуту до конца и все-таки сумели одержать победу. Действительно, в пляжном футболе часто такое происходит. Егор, вот в вашей карьере можете вспомнить самый такой невероятный камбэк, когда казалось, что все уже проиграли и переворачивали в последние секунды игру? Да, это был матч со сборной Швейцарии. Мы играли на домашнем, тогда еще на Поклонного горе. Очень много народа собралось тогда, 5,5 тысяч приходило. Ну, то есть заполняемость была колоссальная. И там матч мы стартовали очень неважно, проигрывая 4-1. Закончили мы его, если не ошибаюсь, то ли 8-7, то ли 7-6. И это была путевка на чемпионат мира, да. И там по накалу было, конечно, ну там кто с Волокордином уже сидел в третьем периоде. Ну, реально, там очень много было эмоций, полный стадион. Такая классная атмосфера. Поддержка зрителей помогла, да? Да, хорошо, что все, да, сложилось. После чего люди, которые собирались лететь на Таити, а, соответственно, путевка туда, дорого достаточно стоит, да, туда добраться простым людям. И к нам подошли два человека, сказали, мы сидели вот так вот, все уже заказали, разложили, как мы полетим, как куда, чего, чтобы это, только вот ждали финального свистка. Если вот он заканчивается, мы нажимаем кнопку оплаты, говорит, и мы летим. И на счастье, говорит, все, вы выиграли, да, два человека. И в итоге на Таити достаточно много народу добралось, болельщиков. В общем, все хотели посмотреть, где же живет попугай, вот этот наш из мультфильма. Роман, вы бывали на Таити? Нет, Алексей, вас не довелось. Не плохого, да, видимо? Да, да. Ну, как сказать, как сказать. Ну, многие пролетели 17 тысяч километров и добрались, и мы их не подвели, не разочаровали. И тут чемпионат мира, конечно, запомнится очень надолго, как и любой другой. Через минуту-другую уже матч начнется. Россия-Италия. И смотрите, друзья, чтобы нам не быть голословными, а вам участвовать в эфире Спорт.ФМ, кто хочет на бильярд? Я думаю, сейчас спрашиваю, кто хочет на Таити? Кубок на Таити, к сожалению, путевки вам предоставить не могу. Ну, но пригласительный на Кубок Кремля по бильярду все сильнейшие спортсмены по русскому бильярду соберутся на этом турнире. Очень представительный. Кстати, не только по русскому, но и по пулу. Пул тоже будет. Да, будет. Причем сильнейшие американцы приедут, которые играют за сборную США в Кубке Москоне. И отбор в сборную Европы на этот самый Кубок Москоне тоже будет в том числе и в Кубке Кремля. Тебя поднатаскали, да, в предыдущем эфире? Я, собственно, участвовал. Ну, не в турнире Кубка Кремля, но в эфире. В эфире Спорт.ФМ. Так вот, кто угадает сегодня результат матча России-Италия, ни в чем себя не ограничивайте. Пишите несколько вариантов. Будем выбирать. Отдам три пригласительных на Кубок Кремля по бильярду. У вас есть на то время. До конца первого тайма принимаем прогнозы. Вот так. До конца первого тайма России-Италия принимаем прогнозы. Правильно угадавший счет получает три пригласительных. Ну, либо близко, да, к счету, потому что счеты, я понимаю, что угадать в пляжном футболе довольно-таки сложно. Он может абсолютно любым быть и 7-8, и 4-3, и 2-1, и а минимальные игры... 1-0 выиграли мы в Португалии на этом стадионе. Гол забил Андрей Бухлицкий от своих ворот. Ничего себе. Вратарь знаменитый Андрей Бухлицкий. Вам сразу вход, вот кто сейчас смотрит уже начало прямого эфира. Считайте это анализом, да. Да, да, да. Думайте дальше сами. Каким может быть счет? Завтра, если выиграем, дай бог, будем с Португалией. Да, уже известен соперник. Португальцы обыграли Испанию в принципиальном противостоянии. Соседствующие страны, где довольно-таки серьезно развит пляжный футбол. И португальцы отправляются в финал суперфинала. Ну, а мы сегодня попытаемся отобраться туда после матча Италии и России. Итак, вайбер, ватсап, 895-4-2-93-2. Пишите сюда свой прогноз на этот матч. СМС портал 5533 в начале сообщения слова «Спорт». И страничка ВКонтакте. Там анонс моего сегодняшнего гостя Игоря Шайкова. И под этим анонсом можете также свои комментарии, вопросы задавать. Есть телефонные звонки у нас, да? Отлично. Телефоны прямого эфира 495-276-1932-276-0932. Российские болельщики аплодируют. Видимо, прозвучал наш гимн, гимн Российской Федерации. Ну, а теперь гимн Италии. Кстати говоря, итальянцы не поют. Вот по примеру своих старших коллег в классическом, в игре в классический футбол. Прекрасно, с зашитой переносицей у итальянцев капитан команды. Видимо, досталось этому человеку. Телефон прямого эфира 495-276-1932-276-0932. Дмитрий, здравствуйте. Ром, привет. Добрый день. Очень давно не слышно вас было. Здравствуйте вашему гостю. Ром, скажу сразу, хочу в наглую на бильярд. Угадывайте счет. Ром, можно сказать прогноз? Это просто. Это не пойдет за счет. Счет всего матча, да, нужен? Ну, конечно. Не первого там. 9-6 выигрывают. Это мои наивные прогнозы. Сразу можешь записать, а затем 150 рассмеяться. Ну, почему же? Мы ждем открытой игры. Вот говорю, 9-6 выиграют наши. Отлично. Дмитрий, а давайте я вам, как постоянному радиослушателю, вручу пригласитель на бильярд. Хотите, пойдете? Нет, я правда дойду. Я буду очень рад даже. Отлично. Приезжайте. Как первому дозвонившемуся. Да, как первому дозвонившемуся, сказавшему лестные слова. Ром, это будет выглядеть наглым, Ром. Ничего страшного. Это мое решение. Принципиально. Ром, а можно вопрос? Ром, можно вопрос? Давайте. Ром, а вот у меня вопрос к гостю. Пожалуйста. Про бильярд, да? Нет, ну как? У нас уже пляжный футбол. Это можно Лешу Лебедеву сейчас вот про бильярд задать. Он присутствует. Нет, я понял, какой вопрос хотите задать? У меня есть второй пригласительный. Я вам, вот, дам от меня лично. Ребят, ну не смейтесь. Да и дело не в пригласительных. Дело в следующем, как в том анекдоте. Вот у меня с геометрией всегда были проблемы. Всегда хотел научиться играть. Скажите, в чем нужно подтянуться, чтобы нормально играть и не постоянно проигрывать? И, пожалуйста, подскажите, ребят. И еще, ребят, что с литизем? Что случилось? Как и почему их отравили? Спасибо, Дмитрий, за ваши вопросы. Давайте я про бильярд могу сказать. У нас, благо, только что был Сергей Бауров в эфире, замечательнейший тренер, старший тренер сборной России, который рассказывал, что бильярду абсолютно все возрасты покорны. Люди чуть ли не в пенсионном, а может и не чуть ли, а действительно в пенсионном возрасте приходят. Понятно, что они уже профессионалами не станут, но на крепком любительском уровне люди у него, не только у него, но и тренеров. Ну, я-то вообще с детства играю, правда, в пул в основном. Но если говорить серьезно, действительно, очень многие приходят, играют, поэтому достаточно сейчас много бильярдных школ в Москве. Думаю, что без труда вы найдете. Ну, в частности, вот в спорткомплексе Олимпийский, насколько я знаю, школа есть. Отлично. А чтобы не проигрывать, концентрация важна. Да, концентрация важна, об этом мы тоже долго говорили. Собственно, повторяться не буду, а лучше скажу о том, что матч между ЦСКА и Ростовом в рамках 10-го тура российской футбольной премьер-лиги завершился. Завершился победой московских армейцев со счетом 2-0. Василий Березуцкий и Витинью забивали мячи в этой встрече. Забивал и еще Марио Фернандес, по-моему, но этот мяч не был засчитан. В России нет пока системы видеогол, вообще никакой системы определения взятия ворот не существует. А как показал нам повтор после удара, по-моему, это Марио Фернандес все-таки был, но не поручусь за это точно, но поручусь за то, что я видел, как и все, кто видел повтор этот смотрел, что мяч пересек линию ворот, но арбитр Маскалев из Воронежа этот мяч не засчитал, поэтому не 3-0, а 2-0 только побеждает ЦСКА. Но в любом случае 3 очка команда Виктора Генчаренко получает. И таким образом в турнирной таблице команда Виктора Генчаренко забирается куда? Так, сейчас у армейцев получается 19 очков становятся. Гоняют они Краснодар, у которого пока этих очков 18. Но Краснодар сегодня играет с Анжи на выезде и вполне может на свое третье место вернуться, да даже может на второе вскочить, если победит и обгонит таким образом московский локомотив. Вот такие расклады в российской футбольной премьер-лиге. Что касается Витязя, ну я, честно говоря, не знаю этой истории. Я тоже обязательно узнаю, мы расскажем. Про кроме меры Владимир Дегтярев точно, когда будет в эфире, я расскажу вам про это. Виктор с часу до двух у нас теперь постоянно по выходным. Владимир Дегтярев, суббота и воскресенье, сейчас до двух, 100% хоккея. Все вопросы хоккейные можете адресовать нашему эксперту и ведущему. Тем временем матч начался. Россия-Италия, первые минуты первого тайма. Россияне с мячом. Егор, прокомментируйте, во-первых, состав, во-вторых, как проходят эти первые, даже не минуты, а секунды матча. Ну пока все закрыто, итальянцы ушли в оборону, пытаются все-таки начать оттуда, как всегда. Вот мы расставились на схему 2-2, не стали пока на 3-1. Состав не изменился у нас. У итальянцев поменялось, потому что горе нападающий топовой сборной Италии вчера получил очередную желтую карточку. Он матч вообще пропускает? Поэтому матч он пропускает вообще, да. Но графика нам сообщила о том, что он в заявке и находится на замене. Он в общей заявке, но матч принимать участие не может. Ну, по крайней мере, я так разговаривал сегодня с Ильей Леонов, со вторым нашим тренером национальной команды. Он мне сказал, что горе пропускает. Ну, то есть, соответственно, они посмотрели все необходимые документы, соответственно, о чем он мне и подтвердил. Поэтому я с полной уверенностью знаю, что он точно не примет участие. Но есть полмача, есть там кому забивать сборной Италии. Хорошая добра. Ты со многими знакомый из этой итальянской команды? Ну, со всеми. И с вратарями. И уже давно мы против друг друга играем. У нас очень серьезные матчи. Всегда получается и тяжело с ними играть. Ну, такие классические итальянцы, как говорится, ни себе, ни людям. Катаначо. Пляжная катаначо. Немножко такой закрытый, немножко не открываются никогда до последнего. Но это уже когда, если в последние минуты надо спасать игру, тогда да, идут. А так мы видим, все равно три человека, два сзади. Видите? И все равно один на подстраховке уходит. И оставляют столба впереди. То есть это традиционная тактика итальянцев, пляжный футбол. И они ее держат. Да, они стараются неспешно вести матч. Они стараются как бы поднимать темп. У них есть такая уверенность, что все равно моменты у них будут. А моменты они используют только исключительно за счет своих нападающих. И не более... Мало кто еще может забить, в принципе. Но что является, я так думаю, большим минусом в пляжном футболе. Как и вообще в командных видах спорта. То есть если один-два забивает, да, то, соответственно, противнику только остается разобрать их моменты, разменять, сыграть с ними персонально. И общая картина игры уже совершенно иная. Они ничего не могут сделать, а другие, как получится, да. Соответственно, и падает статистика ударов по воротам и так далее. Очень хороша команда так, у которой непредсказуемо, кто вообще может забить. Включая и вратаря. Поэтому у нас с этим нет такой проблемы. У нас каждый, в принципе, игрок может забить, отличиться. Но, видимо, все равно пытаются итальянцы играть в контратаку. Здесь вот из глубины вылезают. Но здесь Никанорф неудачно принял мяч. Обычно он принимает его и тут же пытается сделать бисеклету. Но сейчас сыграл не лучшим образом. Да, мяч... Но пока ярко выраженных моментов нет. За три с половиной минуты уже две сменки было. Пока в спокойном режиме. Коротенький вопрос, да. Егор, тяжело играть в Италии, вот именно на этом стадионе, в местечке Тарачино. С хозяевами? Не то, что с хозяевами, сколько здесь больше борьбы с песком идет. Потому что в Италии он имеет все-таки свойство вулканическое. Он темный. И он достаточно рыхлый, глубокий. И, соответственно, пыльный. Песок везде разный, могу вам сразу сказать. И испанский отличается от итальянского. И океанический. И есть еще, соответственно, кварцевый. Да, вот конкретно этот. Он тяжелый, глубокий. Тяжело от него отталкивается. Ноги быстро закисляются. Ну, то есть, в смысле, устают. Поэтому чаще бы приходится здесь делать сменки по полторы минуты. Егор, да, вынужден вас остановить. У нас реклама новости. Далее, Леша, у тебя два слова буквально. Да, я буквально два слова скажу. Посмотрел стоп-кадр. Матч ЦСКА Ростов. Все-таки мяч, похоже, не пересек линию ворот. Так что арбитр верно его не засчитал, этот гол. ЦСКА Ростов, напомню, 2-0. А я прощаюсь с вами. Оставляю Романа Щербу и Егора Шайкова. Попал в офсайт? Вернись в игру. Спорт.ФМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В которой участвуют свыше 50 российских регионов. По данным Минстроя, сейчас около 76 тысяч человек не могут получить квартиры, за которые заплатили, по неофициальным данным, пострадавших 150 тысяч человек. Сегодня же в Москве митинговали защитники животных. Они собрались в парке «Сокольники» с плакатами и транспарантами и призвали Госдуму как можно скорее принять закон об ответственном обращении с животными. Кроме того, было принято обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой уделить серьезное внимание расследованию уголовных дел против живодеров. Акция была согласована с администрацией парка «Сокольники». Иран располагает 10-тонной бомбой собственного производства. Она способна причинить масштабные разрушения. Об этом заявил командующий военно-космическими силами страны. По его словам, бомбу можно сбрасывать с самолетов Ил. Командующий назвал снаряд «отцом всех бомб» по аналогии с американской матерью всех бомб. Напомню, что в апреле этого года американские военные сбросили ее на Афганистан. Тогда погибли 36 боевиков. Россиянка пыталась сбежать из Турции в чемодане. Об этом сообщают грузинские СМИ. Женщина находилась в Кемере под подпиской о невыезде. В мае этого года она на автомобиле сбила пожилого местного жителя, который впоследствии скончался. В выходе из Турции россиянке помогал гражданин Грузии. На таможенном пункте пропуска он вызвал подозрение у пограничников. Они проверили багаж и нашли в чемодане живую девушку. Стадион «Динамо» будет готов к чемпионату мира по футболу весной. Об этом заявил сегодня заммэр Москвы Марат Хуснулин. По его словам, к следующему году также должно быть завершено благоустройство пространства как единого комплекса. Стадион «Парк» и офисно-деловые здания. Стадион «Динамо» будет располагаться под одной крышей с ВТБ-ареной и дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. Московский ЦСКА победил Ростов со счетом 2-0 в матче 10-го тура российской футбольной премьер-лиги. ЦСКА теперь занимает 3-е место в турнире на таблице с 19-ю очками, Ростов 5-я с 16-ю. Между тем уже через полчаса на поле выходит Анжей Краснодар. Добавлю, что после 9 туров в чемпионате России лидирует «Зенит» на его счету 21 очко. Официальные курсы Центрального банка. До понедельника доллар стоит 57,53 рубля, евро 68,58 рубля. Так, пока это все. Сергей Ясни, все, что важно каждые полчаса о спортивных событиях в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Дорожные ситуации в городе. Самая загруженная сейчас Садовая. Кольцо на внутренней стороне 5 баллов, на внешней 6. Столько же на внешней стороне бульварного кольца. В целом по городу, по данным портала Яндекс.Пробки, только 2 балла. Дороги практически везде свободно. Самый крупный затор в 7 километров на трассе М4Дон от строительного рынка до развязки со Старой Каширкой. Еще одна большая пробка в 6 километров на Дмитровке от поворота на Федоскино. Спортлайф. Следит за спортом. Это программа выходного дня Спортлайф. Меня зовут Роман Щерба. Мы работаем в прямом эфире, поэтому телефоны прямого эфира назову вам. Вдруг у кого есть вопрос Егору Шайкову, нашему прославленному футболисту, в пляжный футбол, но и двукратному чемпиону мира. И он не просто был участником последнего чемпионата мира, на который сборная России отбиралась, завоевал там еще и бронзу в Эшпинью, а до этого дважды в 2011 и в 2013 году побеждал со сборной России на чемпионатах мира. Итак, телефон на прямом эфире 4952761932. У вас еще полторы минуты на то, чтобы оставить свой прогноз на матч России и Италии. Пока счет 2-0, так что те, кто поставил на 1-0, вы уже не правы, меняйте свой прогноз. У вас полторы минуты. Те, кто верно угадают счет этого матча, матча, в котором решается судьба победителя группы и выхода, соответственно, в финал, суперфинала, те получат три пригласительных на Кубок Кремля по бильярду, который будет на будущей неделе в Москве. Все спорткомплексы олимпийские, занимательное зрелище, все сильнейшие будут сражаться с кием и шарами. Поэтому оставляйте свои прогнозы. Вайбер, ватсап, 89942932, смс-портал 5533 в начале сообщения слова «спорт». Здесь 2-0 в пользу Италии, вы тоже уже не угадали. Еще один прогноз, Россия-Италия 3-2, это смс-портал. В Вайбере, Россия-Италия 3-2, 5-3, Россия победитель, есть и такой счет. Ватсапе следующие прогнозы 6-4, Россия 5-3 за нашими Геннадий, Италия 6-4, Италия, и добрый день, Россия-Италия 5-5. 7-4 и 5-5. Два результата оставлено нашим слушателям. Итак, сегодня мы в прямом эфире до 10 вечера. После 9 ко мне присоединится Виталий Носов, прославленный советский-российский баскетболист, с которым мы будем рассуждать на тему, как же так вышло, что сборная России накануне уступила сербам и будет играть лишь за третье место в Турции на Евробаскете. Хотя все утверждают, что это и так успех, но как бы то ни было, это все-таки не финал. Сборная России ведет со счетом 2-0, 20 секунд до окончания первого тайма в третьем матче группы «Егор». Я сказал, что вы прославленный футболист в пляжку, но вы же выходец из большого футбола, и за Тульский арсенал в свое время провели почти 100 матчей, голы там забивали. Как вы связали себя с пляжным футболом? Так сложилось. В Туле, когда играл, взяли под задачу со второго дивизиона. Мы выходили в первом, мы ее решили. В первом дивизионе еще сезон поиграл. Ну а так сложилось потом, что команда объявила себя банкротом. Ну, соответственно, тогда еще стал искать команду. Ну, здесь уже во втором дивизионе по зоне центра немного поиграл за клуб «Титан Реутов». Ой, не Реутов, Москва, извиняюсь. Это фарм-клуб «Локомотива» Москва был тогда, вот, полгода. Ну, а зимой уже был знаком тогда полтора или два года с Николаем Писарем, который меня и пригласил в пляжный футбол. Ну, как говорится, он сказал, что, говорит, давай съездим, посмотришь. Понравится, говорит, оставимся. Я говорю, Николай Николаевич, извините, мне так еще хочется поиграть в пляжный футбол. Я говорю, что такой возраст. Какой он пляжный футбол? Ну, а что, о чем мы говорим? Он говорит, съезди, посмотришь, нет, скажешь, нет. Я говорю, хорошо. Ну, вот съездил, посмотрел на 12 лет. Долго привыкали? Полгода пришлось перестроиться. Ну, к площадке, к песку, правила все-таки немного изменены, да. Ну, и мяч другой. Ну, все, конечно, по-иному, своя специфика. Полгода, честно, вот так вот, чтобы почувствовать себя в своей тарелке, 3-2, счет вы оставляете следующий, Италия победит. Первый тайм завершен, но до начала второго можете свои прогнозы присылать. Я вас не ограничиваю в этом, поэтому потом, после уже окончания встречи, подведем итоги этого матча. Пока после первого тайма Россия выигрывает со счетом 2-0. Все по делу? Да, с ней играем с небольшим преимуществом. Итальянцы все равно немного сидят в обороне. Первый гол забил хорошо Николай Крышанов. Итальянцы не успели сузить. Оставили один в один с Корзенити, где Николай удачно принял мяч. И тут же с развороту, не дав опуститься, пробил его ближний укол, где Стефан Спада не успел ничего сделать. Не хватило ему реакции. Достаточно близкое было расстояние. Второй гол, да, через себя. Но, опять же, Корзенити немножко не убил за спиной Алексея Павленко, который не четко поставил ногу, да, но мяч медленно-медленно перекатился за ленточку, где с арбитра очень четко сработали. Указали на центр поля счет 2-0 после первого периода с небольшим преимуществом. Пока все хорошо. Отлично. 2-0 сборная России после первого тайма выигрывает у итальянцев. Напомню, что у нас в гостях Егор Шайков, двукратный чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России, ну и много различных других титулов. Но я думаю, что титул чемпиона мира самый важный. Ну, конечно, самые важные шли в 2011 году. Мы его первые завоевали 11 сентября. Недавно было 6 лет. Немножко так мы отметили, пригласили меня на Матч ТВ ездил, да, вот там пообщались немного на эту тему. Да, уже 6 лет, как будто только вчера, а уже 6 лет прошло. Это с первого чемпионства, потом еще было в 2013 году, а потом... Да, потом на Таити в 2013 году было. Это куда те болельщики полетели? Это куда, да. К той истории, которую я вам рассказал, да, именно они туда и полетели. Потом бронза в 2015 году, опять же, с вашим участием. Да, бронза мы в четвертый финаль тогда одолели сборную Бразилии. За 9 секунд мы... Драматичный довольно-таки. Драматичный для бразильцев матч был. Для нас был счастлив, особенно для меня, потому что этот гол забил. А я последний отправил Бразилию домой. Вот, ну а дальше уже дома с хозяевами, с португальцами. Ну, там свои, наверное, больше такой эмоциональности, наверное, отпустили игру. Немножко не своими делами стали заниматься, поэтому и получили там свои незаслуженные голы. Ну, и с тех пор результаты вроде бы пошли на спад, или нет? Или нельзя так говорить? Я не скажу, что они пошли на спад, да. Ну, давайте так, объективно. Мы все-таки в футболе уже, если брать 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й год, когда мы выиграли в 15-м игру в Баку, согласитесь, это пятилетка. Для сборной, которая играет в одном составе, ну, достаточный предел. Это достаточно большое количество времени, где игроки провели на пиковом своем уровне. Конечно, рано или поздно пойдет какой-то определенный спад. Понятно, что игроки взрослеют, никто с этим не спорит, и даже я. Конечно, скорости немного иные, но физиология человека меняется, это объективно так. Ну, то есть, я считаю, что свои 5-6 лет мы отдали полностью за сборную. То есть, как бы, и все это достаточно, слава богу, в золоте и в серебре. Вот итальянцы забили гол. Только начался второй тайм, и минута прошла, и сразу же отыграли. Вот же Козинити, который допустил достаточно 2 ошибки до этого, уже счет 2-1. А зачем он в свои ворота побежал сразу? Ну, вообще, матч центра разыгрывается у нас. Он забил, да, все, и пошел с позицию, как мяч разыгрывается с центра поля. И один игрок становится на штангу, он пошел на свою позицию просто. Сразу вернулся. Интересно. Так вот. Просто непонятно, значит, там же вратарь есть. Там есть вратарь. Стоит стенка, вратарь защищает один угол. А, и тут же мы забиваем третьего. Но дадут перебить, потому что рано двинулся наш игрок вперед. Нарушение правил фиксирует арбитр? Ну, никто не спорит, да. Ну, да, раньше времени сдвинулся вперед. Так вот, о чем я хотел сказать. Из того времени, если сравнить, да, тот состав и нынешний, ну, по-моему... Ну, изменения не сильно, я вам могу сказать. Да, пришел Никаноров, есть Крышанов, есть второй брат Крышанова сейчас, который достаточно хорошо выступает в ЦСКА. Из вратарей Чужков сейчас очень хорошо Максим выглядит. Вот он за локомотив выступает вместе со мной. А вы стали чемпионами России? Сейчас мы стали, да, за локомотив четырехкратными чемпионами России. Я не вижу Шайкова в сборной. Ну, перемены идут. Я не отказывался, я не имею права, как и в большом футболе, насколько я помню, отказываться от вызова в сборную. Потому что автоматически перекрывается кислород в клубах. Почему? Есть такое положение, да. Да? Да. Официально? Да. Не забили мы после очередного розыгрыша и счет 2-1 в пользу россиян. Так, левым флангом, удар поворотом, сильнейший, мощнейший удар. Попробный с левой ноги, очень хороший, у него достаточно поставленный удар, особенно на штрафных, но и с игры тоже очень много забивает левой ногой левша. Вчера он забил украинцам. Вчера он забил 3 украинцам. Хэт-трик вчера у Артура был. Но важный был последний. Ну, конечно. Важнейший там за несколько секунд до окончания ряда. За 12 секунд там. Итальян с мячом, вратарь. Есть ли вопросы к главному тренеру нашей команды, Михаилу Лихачеву, учитывая вот те результаты, которые сейчас показывает сборная? Вопросы не я должен задавать, наверное. Люди, которые следят за нами. Они задают вопросы? Задают, да. Почему обновление, почему это, почему то, ну как, почему вы не ездите? Такие же вопросы задают. Ну, почему мы не ездим? Потому что уже, видимо, ну, может быть, не видят в сборной, может быть, возраст такой, хотят омоложение команды, ну, что, в принципе, это нормально. Оно, может быть, идет и постепенно своим ходом для сборной. Но просто такой молодежи, которая бы конкретно сейчас бы дала такие плоды, которые мы принесли, ее, честно могу признать, нет. Ну, нет пока, потому что мы не воспитываем, у нас нет своих футбольных школ, пляжного футбола. Немножко у нас в этом плане очень сложная ситуация. Прекрасный дальний удар в исполнении россиян, вратарь альянсов выручает команду. А как это нет школ? Ну, пляжных, профильных нет школ. Нет стадиона. Никто этим не озаботился? Только сейчас построился буквально недавно в Химках, он около стадиона арены Химки, три шатра стоят, там в одном из них есть песок стадиона, где проводится чемпионат в Москве, где тренируется сборная периодически, «Локомотив» и все остальные клубы, которые не имеют своих, естественно, открытых помещений. А причина? И никто не инвестирует деньги туда. А государство не может помочь каким-то образом? Наверное, оно может помочь, просто над этим надо больше работать. Как-то загрустили на этих вопросах. Ну, я уже загрустил после 11-го года чемпионата мира, когда ничего не происходит. Мы выиграли для того, чтобы что-то происходило, но, видимо, настолько сложная ситуация, что ничего не происходит пока что. К более радужным вопросам перейдем. Не было ли сравнений с Егором Титовым, тоже девятка сборной России? Я Егора хорошо очень знаю, мы когда обидимся друг к другу, он всегда «О, двухкратный пришел». Я говорю «Ох, ну, многократный привет по России». Нет, сравнений как-то никогда ни разу не было, но Егора Титова знаю. Это прекрасно. А прозвище откуда такое? Ягар? Ягар, да. Играл… Да, да, все правильно, да, совершенно оттуда идет, да, Яромир Ягар. И когда играл за школу, заканчал я торпедовскую школу еще, когда ЗИЛ существовал, когда все было прекрасно, еще когда команда торпедов была в Москве. Мы в одно время с вами тренировались в торпедово, постарше просто были. 97-98 год. Был момент, когда в 16-17 лет я достаточно много стал забивать, и капитан команды у нас был Константин Богданов, он такой, как бы, говорит, ну что, да. А тогда параллельно Яромир Ягар в НХЛ очень много забрасывал. Ну и как бы Егор Ягар, у него что-то как-то на языке было у него созвучно, и он как-то меня стал так называть Ягар, Ягар, ну и все, пошло. А там уже пошло, как бы, ребята стали, почему Ягар, Ягар, а то их хоккей, да, да, да. Ну и все, как-то не циклились прям конкретно на этом, но решили вот сопоставить вот это. Ну а дальше уже, когда я из команды в команду переходил, оно уже, это прозвище просто со мной перемещалось и так далее. Ну то есть вы не были фанатом Ягар? Здесь чисто случайно так все вышло? Ну почему? Мне нравился он как игрок, и ему еще вообще надо отдать должен, что в таком возрасте человек показывает такие результаты для себя, и играет, выступает за сборной, и приносит там положительные эмоции для команды. Ну я к тому, собственно, что у вас в комнате не висели свитера Ягара. Ну нет, 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 он был в душе со мной, как нападающий. Егор Шайков, дуградный чемпион мира по пляжному футболу, в гостях на Спорт.ФМ мы следим за матчем Мар-Россия-Италия, второй тайм, пять минут сыграно, россияне выиграют со счетом 2-1. Далее продолжим следить за этой встречей, но после девяти оставайтесь на волнах Спорт.ФМ, поговорим о баскетболе с Виталием Носовым. Пока же новостью от Марии Терской. Спорт.ФМ. Будь первым. Спорт.Лайф. Маштерская в студии появляется, в студии Спорт.ФМ. Тебе слово. Спасибо большое. Итак, футболисты московского ЦСКА одержали победу в матче 10-го тура чемпионата России против Ростова. Встреча эта проходила на арене армейцев в Москве и завершилась счетом 2-0 в пользу хозяев. Счет в этой встрече открыл защитник Василий Березуцкий. Ну а удвоил преимущество на 68-й минуте Витиньо. В 11-м туре красно-синие сыграют в гостях с московским Динамо, а Ростов днем позднее примет столичный локомотив. И уже менее чем через 15 минут начнется еще один матч 10-го тура. Это Анжи Краснодар. В футбольной национальной лиге в эти минуты проходит ряд встреч. Волгария обыгрывает Оренбург, Динамо Питерская обыгрывает Тюмень со счетом 1-0. Крылья Советов с таким же счетом впереди в матче с Балтикой. И Кубань-Факел здесь 2-1. Российские теннисисты Константин Кравчук и Даниил Медведев потерпели поражение от венгерской пары. Атил Балаш и Мартан Фучевич. Это третья встреча матча плей-оффа. За право выступать в мировой группе Кубка Дэвиса. Продолжается этот турнир в Будапеште. И встреча сегодняшняя завершилась со счетом 7-6. 6-4, 7-6 в пользу венгров. Таким образом, счет противостояния 2-1 в пользу, к сожалению, наших соперников. Далее расскажу о хоккее. Только что завершился матч между рижским Динамо и Йокеретом. Йокерет принимал рижскую команду на своей площадке. И обыграл гостей со счетом 3-2. Таким образом, Динамо потерпело уже восьмое поражение к ряду. Ранее Салават Юлаев взял верх над московским «Спартаком». Также на своем льду 5-4. И в эти минуты «Нефтехимик» обыгрывает «Северсталь» 4-2. Сочи впереди в матч с «Торпедо» 1-0. И о волейболе в заключении. Казанский «Зенит» одержал победу над «Уфимским Уралом». Это матч второго тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3-0. Очень хорошо. Спасибо большое, Мария Терская, за столь познавательный рассказ о новостях спорта. Я вам сообщу, что Леонид Викторович Слуцкий со своим «Халл Сити» сейчас встречается с «Сандерлендом». Идут последние секунды этого матча чемпионшипа. Счет 1-1. «Халл» до 82-й минуты проигрывал. Мейлер счет сравнял. Ну, хоть так, да, если будет ничья. После двух поражений, в общем-то, приемлемый результат для Леонида Слуцкого и 16-е место в турнирной таблице. «Сандерленд» еще ниже. «Сандерленд» на 21-м. На самой границе пропасти, которая отправляет клубы дивизионам, ниже, чем чемпионшип. 5 минут 20 секунд до окончания второго тайма матча России и Италии. Это пляжный футбол. Супер финал в прекрасном местечке Терачино, где очень сложный песок, по словам двукратного чемпиона мира по пляжному футболу Егора Шайкова. Но я думаю, что он знает, о чем говорит. Егор, как проходит вот эта середина, да, экватор второго тайма в матче России и Италии? Ну, опять же, итальянцы все неспешно стараются делать. Расстоялись на 3-1, пытаются вот использовать столба, как в этой атаке туда вводить на пол-матч, и, соответственно, либо корзините, либо еще кто-либо из защитников крайних подключается туда. Ну, то есть убегают в свободную зону, чтобы уже сразу непосредственно нанести удар. Ну и плюс стандарты, они сейчас тоже будут использовать нагроши какие-то. Вот, как правило, на дальний вот такие вот забросы идут через блок, пол-матч ставят блок, да, соответственно, один за него забегает, идет передача на дальнюю, и тут оттуда уже пытаются забить голову. Ну, мы пытаемся все так же на 2-2, немножко как бы успокаиваем, контролируем игру, но при этом достаточно имеем такие полумоменты подхода с нашей стороны больше, нежели чем у итальянцев. Не, я правильно понимаю, что у нас была возможность со штрафного увеличить? Да, Артур Папортный сейчас с левой ноги, как я уже до этого сказал, очень хорошо их исполняет. Но пробил в этот раз... Ну, такой, ну, плотно пробил, но немножко не в угол, как он это обычно делает. И вратарь... Ну, спокойно там никаких сложных, да, ситуации не было для вратаря, игра продолжилась. Вот опасный момент сейчас полмача имел, головой пробил, но чуть выше ворот. Ну и итальянцы тоже потихоньку начинают прибавлять, потихонечку уже такие полумоменты появляются у них. Но матч-то не будет на много голов, как вот я смотрю прогнозы у нас были, да, сейчас вот приходили 5-5, там 7-6, 9-6, вот постоянный болельщик, который прислал. Ну, вот еще один момент вот здесь в добивании, ну, хорошо, хорошо закончилось. Да, вратарь здорово сыграл и... Здесь больше пяти мячей, я думаю, не будет в этой игре. Ну, забивать надо здесь, молодец. Хорошо ошибся здесь вратарь. И Стефан Спада и Романов оказался вовремя на позиции. 3-1 счет становится, да, в пустые ворота никем не закрытые, наносил этот удар. Ливерпуль и Бернли закончили свой матч в английской премьер-лиге, закончили со счетом 1-1. Ничья. А у нас 3-1 Россия-Италия, третий день суперфинала Евролиги 2017 по пляжному футболу. Матч за первое место в группе, которая дает право, естественно, играть в финале. Завтра после... Завтра с португальцами уже. Те, кто выигрывает сегодня между этими соперниками, тот и играет с Португалией. Серьезнейшим соперником. Егор, насколько я понимаю, каждый день матчи. Да. Насколько тяжело держать себя в форме на протяжении всего турнира? Ну, тут практически, естественно, когда на турнирах ни о каких тренировках не идет речи, да, только исключительно какая-то разминка с утра, полчасовая и все, и дальше в бой. Нагрузка приличная ложится, то есть первые два дня как бы нормально на свежести, а потом все игры, остальные играют на недовосстановление. Сейчас проходил у нас первый турнир в этом сезоне, да, он проходил в Португалии, в местечке Назаре, Евровинерскап, ну, это как лига чемпионов в большом футболе, большое количество команд туда съехалось. С учетом квалификации всего было 54 команды, ну, то есть это колоссально совершенно, то есть это 10 игровых полноценных дней, играешь каждый день, 10 дней без выходных, ну, это очень большая нагрузка, и с каждой стадии она у тебя увеличивается, соответственно, потому что у тебя соперник становится все сложнее и сложнее. Поэтому тяжело, ты потом приезжаешь, буквально у тебя порядка недели на восстановление, и дальше начинаются этапы чемпионата России, потом приезжаешь, соответственно, потом этап уже сборная опять играет на выезде, и вот в таком режиме ты проходишь весь сезон. Россиянин, да, сейчас вынужден вас прервать, краш получил травму, но итальянцы не остановились, пробили даже по воротам. Понятно, понятно, не остановились, потому что игра идет до свистка, арбитр не останавливал игру, хотя, как бы, ну, когда видят, что, соответственно, игрок на поле, да, и очевидная была ситуация, что получил травму, да, но как мы стараемся всегда, как бы, мяч выбить. Ну, понятно, что счет 3-1, да, не в пользу итальянцев, соответственно, решили, возможно, они это использовать в момент и постараться, как бы, забить еще один год, а гол, да, а там уже разберемся, что у кого болит там и так далее. Ясно, почему это произошло. Игорь Шайков, двукратный чемпион мира по пляжному футболу, в гостях на Спорт.ФМ, мы продолжим с ним обязательно беседу и следить за матчем Россия и Италия. После того, как вы прослушаете занимательную рекламу на Спорт.ФМ, услышите выпуск новостей Сергея Ясенева. Напомню вам, что мы сегодня до 10 вечера в прямом эфире. Виталий Носов, российский баскетболист, советский баскетболист придет к нам в гости в 9 вечера. Мы поговорим о матче России-Сербии, о матче России-Испании за третье место на Евробаскете. Так что оставайтесь на волнах Спорт.ФМ и будете знать первыми. Холмс Вы видели заголовок в сегодняшний «Таймс»? Мне кажется, вам было бы интересно. Что случилось с чемпионкой мира? Элементарно, Ватсон. Слушайте Спорт.ФМ. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok